Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Акеев, и сегодня я бы хотел рассказать вам о поездке на необитаемый остров. А точнее, о том, что я бы хотел организовать этой осенью. На этой фотографии мы все видим прекрасный остров. Названия я говорить не буду. Но остановлюсь на том, что он является необитаемым. То есть туда могут приезжать только люди на лодках или на яхтах. И там нет никаких построек, и там никто постоянно не живет. И я бы хотел совершить путешествие на две недели в составе небольшой группы. И это путешествие будет полностью автономное. То есть мы там будем жить одни. И про цели и сдачи путешествия я расскажу чуть позже. А пока хочу сказать, что остров находится в окрестностях Юго-Восточной Азии, недалеко от Таиланда. Опять же, название говорить не хочу, чтобы туда не привлечь людей. Потому что в Таиланде сейчас достаточно много островов, которые были необитаемы. В данный момент они заполнены туристами. И, соответственно, это уже будет не та поездка, которую я бы хотел. Поэтому пока я не буду называть. Но ближе к делу я, конечно же, расскажу, что за остров. Если возникнут вопросы или будут желающие реальные, поехать. А пока остановимся в том, что он находится неподалеку от Таиланда. И второе. Он не находится очень далеко в океане. Потому что пока мы не так подготовлены, не хотелось бы слишком сильно рисковать и отправляться слишком далеко. То есть до него вполне реально добраться за разумное время. Итак, теперь я бы хотел подробно рассказать о своей идее. Обсудить ее с вами. Для того, чтобы более точно сформулировать свои мысли. И обсудить все вместе, насколько интересна людям была бы такая идея. Итак, это будет автономное проживание на острове, в палатках, без электричества. И я написал 16 пунктов, на которые я бы хотел обратить внимание и обсудить. Чтобы вы поняли, что я бы хотел это все продумать. Чтобы это было грамотно. Итак, первый пункт, легальность пребывания. По моим данным, пребывание на данном острове, оно бесплатное. То есть нет никакого тарифа ежедневного. И не нарушает никаких законов. То есть он не является заповедником, памятником природы. То есть не возникнут проблемы с полицией или с охраной. Второе. Электроэнергия. У нас не будет никаких источников электроэнергии, потому что там ее просто нет. И планируется брать с собой солнечные батареи, для того, чтобы можно было заряжать спутниковый телефон и камеры. А них ниже. Третье. Источники пресной воды. Я на данном острове не был, я был неподалеку, поэтому пока мне неизвестно о каких-то источниках воды на острове. Поэтому планируется взять с собой необходимый объем воды. И, естественно, он не будет бесконечным, поэтому нужно будет рассчитывать на две недели, сколько воды нужно пить в день каждому человеку. Третий. Четвертый пункт. Еда. Соответственно, мы не являемся какими-то охотниками, профессиональными выживальщиками. Поэтому, ну и плюс на острове нет пригодных для охоты животных, даже если бы мы умели. Поэтому также запас еды мы берем с собой. Поэтому это не будет, конечно же, полностью автономное путешествие. Такое вот в классическом смысле, где люди едут в тайгу охотиться или вот как в передачах, которые все наверняка смотрели, где там человек забрасывается куда-то там в Африку, да, или в джунгли, да, и он там охотится, выживает. Это, в принципе, не будет, потому что мы должны трезво оценивать свои силы, потому что мы не профессионалы. Конечно, в будущем, если мы этому обучимся, мы можем делать такие выезды, но пока мы берем еду с собой. Пятый пункт. Медицина, да, в случае непредвиденных обстоятельств у нас первое, то есть аптечку обязательно формируем на все случаи жизни, да. И в экстренных случаях обязательно у нас будет спутниковая связь для того, чтобы связаться и оказать помощь в случае необходимости, чтобы вызвать кого-то с материка. И, конечно же, все оформят медицинские страховки. Я расскажу, какая самая хорошая, чтобы 100% все было в порядке в случае каких-то ситуаций, потому что мы должны их предусматривать. Шестое. Оборона. На острове не присутствует опасных животных для жизни, по крайней мере, по данным официальным и по разговорам с местными людьми, то есть там далеко тоже остров я был, да, там, соответственно, живут только вараны, крокодилов там нет, каких-то таких вот леопардов, там тигров тоже такого ничего нет. Соответственно, оружие мы с собой не берем. Седьмой пункт. Условия проживания. Условия проживания это будут палатки, либо палатки-гамаки для тех, кто боится всяких ползающих животных, скажем так, да. Это достаточно удобно. И также можно будет сделать самостоятельно некий навес от дождя, потому что мы планируем ехать не в сезон, в начале октября, и в это время там возможны дожди. И дожди, допустим, на один-два дня даже могут быть. Ну, они уже не такие будут активными, но в то же время нужно предусматривать эту ситуацию, да. Также все подготовить. Восьмой пункт. Срок. Срок путешествия будет две недели. Почему такой срок? Потому что это, в принципе, не маленький, потому что на несколько дней это будет... Ну, у нас не будет ощущения вот этого погружения, да, и цель будет не выполняться. А на более долгий срок, чем две недели, мы, в принципе, пока не готовы. Конечно, хотелось бы, может быть, даже месяц. Но в данный момент я считаю, что две недели такой некий средний срок, да, не маленький, не большой, для того, чтобы достичь наших целей. Перемещение не планируется по другим островам, а яхту мы не берем в аренду. То есть мы приезжаем на остров, этот и нас привозит и уезжает. И мы остаемся там полностью одни. Но, опять же, возможны приезды туристов на яхтах, которые будут там, допустим, нырять. Но это будет, во-первых, недолго. Во-вторых, не в сезон. Маловероятно, что туда будут приезжать, да. В основном это будет... приезжают туда уже после ноября. Опасности, какие могут быть, да. Как я уже сказал, змеи 100% там возможно. Скорпионы также есть вероятность. Хотя я за три посещения Таиланда по три месяца ни разу не видел сам скорпиона. Но рассказывали, что они возможны, да. Но они, опять же, не нападают самостоятельно. То есть если вести себя осторожно, то шанс минимальный взаимодействовать с ними, да. И возможны вараны. Как бы, опять же, они не ядовиты, не нападают. Я сам, конечно, близко был с ними. Ничего такого не происходило. И, возможно, акулы там, потому что остров все-таки находится в море, да. И, опять же, говорят, что их там нет. Но, может быть, теоретически есть не опасные виды. И прочие опасности, то, что можно нагуглить самостоятельно. Но пока что каких-то суперопасных там нет. Существ, которые прямо будут угрожать жизни. Соответственно, в этом плане все в порядке. Как добираться? Добираться нужно до Абхукета на самолете. То есть каждый берет самостоятельно. А дальше уже на катере я расскажу, как это сделать ближе к делу. Если кого-то это заинтересует. И подробно будем уже продумывать план. Пока это просто некое желание, да. То есть нет конкретного там плана, что именно такого-то числа, да. Потому что времени еще много. И мне бы интересно просто было обсудить. Были у других такие же мысли, как у меня. Срок 1 октября 2018 года. Опять же, ориентировочно. То есть будем смотреть в зависимости от того. Потому что мне уже на эту тему я обсуждал с несколькими людьми. И как бы люди пока они хотят, да. Но тоже они не знают точно, допустим, поедут или нет. Поэтому хотелось бы людей, которые именно хотят достичь похожих целей со мной. Потому что это не будет некое путешествие развлекательное. Если вы хотите просто увидеть красивые острова или что-то еще. То проще всего взять горячий тур в Таиланд, в отеле. И, соответственно, поехать на экскурсию на один день. Тогда у вас будет комфортно. Удобное путешествие, никаких проблем бытовых, да. И все просто. Здесь цели другие. Поэтому всех желающих, конечно же, мы не будем брать. Нужно будет обсудить с людьми, чтобы они соответствовали этим целям. Чтобы у людей было какое-то общее понимание. Чтобы не было, что один хочет в волейбол играть. Второй хочет загорать. Третий хочет проехать 10 островов. И в итоге будет непонятно что, да. Должна быть какая-то общая цель и понимание. Вот это самое главное, я считаю. Дальше. Съемка. Почему я хочу проводить видеосъемку? Я бы хотел это делать для того, чтобы лучше достичь целей. И лучше всего понять прежде всего себя. Ну, и другие, конечно, тоже. И по возможности планируется в каких-то общественных местах. Да, не в доме, а где-то там, допустим, на пляже. Или еще где-то установить GoPro или аналог, да. И снимать какое-то количество материала. Чтобы как-то потом можно было... Можно и выкладывать на YouTube. Можно не выкладывать. В зависимости от желания, да. Опять же, я не знаю, сколько времени там хватит солнечной батареи. Пока не продумываю этот вопрос, потому что я не являюсь профессиональным оператором. Поэтому пока план просто проводить съемку, как получится, да. Ну, если у нас будет хорошее оборудование с длительными батареями, то можно было бы это делать и длительно. Посмотрим. Дальше. Цель. Какая цель поездки? Почему именно на остров не обитаем? Почему не поехать там? Просто у нас там в России там лес, да. Ну, в первую очередь, потому что это будет другая среда, да. Это будет некий психологический эксперимент, который поможет нам понять, как люди, в частности мы, ведут себя без влияния общества, то есть автономно, в небезопасной среде, да. Потому что все-таки, когда мы едем в наш некий лес, да, мы подразумеваем, что там будет по умолчанию безопасно, да. Ну, максимум, может быть, допустим, змея-гадюка, и то я вот сколько раз был в лесу, не видел. Или медведь, да. Но опять же, чтобы медведь там напал, там был где-то, нужно где-то куда-то очень далеко ехать специально, да. И то, как правило, медведь не нападает. Только в каких-то, наверное, особых случаях, да. Опять же, я не профессионал в этой области. Не знаю, ну, насколько я слышал, да, то, в принципе, этот риск также предсказуем. Здесь же будет сразу же погружение в какую-то другую ситуацию, необычную, да, нестандартную. И нам придется адаптироваться к другим условиям, сразу же вести себя по-другому, да. Не будет никакого переходного периода там, да. То есть сразу приехали, да, нас привезли, и мы тут же должны сразу решать какие-то вопросы, да. И вот это интересно. Это поможет узнать получше себя и как-то продвинуться, да. И задачи, опять же, вытекают из цели, да. Это осознать свои страхи и барьеры, почувствовать влияние своего эго, как я уже понял, да, что эго очень сильно влияет на нас и на других людей. И понять силу влияния нашего общества все-таки, насколько мы сами можем думать, или все-таки мы все делаем под влиянием общественного мнения и общественных каких-то правил, установок, которые нам в детство обучают и рассказывают, да. Потому что очень сложно, когда ты в привычной среде находишься где-то, очень сложно вот это вот различить, да, насколько мы, насколько наши там друзья или окружение, или работа, учеба, насколько она на нас влияет. И как раз-таки нам, по моему мнению, для этого нужно полностью погрузиться в другую среду. И также, почему именно остров, чтобы эта среда была небезопасной, да. Ну, мы, конечно, не будем специально рисковать, да, но в целом все равно нужно знать, что есть определенные риски, да. И это поможет также мыслить более ясно. И дополнительной целью будет понимание того, как люди способны договориться между собой, именно, да, опять же, без социума, в своей автономной группе, да, потому что нужно будет какие-то решения принимать, общаться и учиться договариваться, да, каким-то образом. Зачем это путешествие нужно и почему я его именно организовываю, да. Я хочу сказать, что я уже три раза жил в Таиланде по три месяца, то есть, в принципе, знаю местность, много где там был, знаю природу примерно, да, то есть и могу правильно спланировать путешествие в данную местность, представляю примерные риски, да, и могу предложить место действительно при этом еще и красивое, да, для того, потому что это тоже немаловажный фактор, да, чтобы как-то это вдохновляло, то есть одновременно будет некая опасность и красота, да, то есть такое сочетание интересное, да, и оно будет, ну, как я уже знаю по опыту, так бодрить, да, знаете, пока многие люди вот живут здесь, думают вот как нам, допустим, начать, да, и вот как раз один из способов, да, начать как-то двигаться, действовать, да, это вот сразу погружение без лишних каких-то там периодов, да, сразу перенесся, да, куда-то, да, на период, и тут же действуешь, это очень, на самом деле, круто, да, потому что я ездил не на обитаемые, ездил на малообитаемые острова, и эффект был очень мощный, поэтому, на мой взгляд, поездка туда будет очень эффективной. Поездка не является коммерческой, зарабатываю я в другом месте, планирую, зарабатывать не буду ни на чем, мне это не интересно, не нужно, и вообще мне данные поездки коммерческие, то, что я видел, все они скучные, кажется, и неинтересные. Почему? Потому что туда берут всех желающих, кто готов заплатить, да, как правило. Ну, как мы знаем, в таких случаях уже у многих цели не соответствуют, да, как вот все, допустим, смотрели фильм «Эверест», куда брали точно так же просто людей, которые готовы заплатить, потому что там дорогостоящая поездка, 50 тысяч долларов, если не ошибаюсь, она стоила, и туда набрали абсолютно разных людей, и просто их насильно, можно сказать, туда вели, хотя знали, что они не подходят для поездки, да, и в итоге все прекрасно знают, чем закончилась эта поездка, исходя из фильма. Поэтому, в первую очередь, задача, чтобы люди прекрасно осознавали цель, задачи, да, и чтобы у них была возможность, опять же, поехать, да, и, ну, у нас было какое-то общее понимание, зачем мы это делаем. И поэтому там билеты, допустим, я могу посоветовать, но каждый будет брать сам доп. Какие-то, да, мы можем договориться на конкретное место, да, не будет какой-то, допустим, группы на одном самолете, да, можно будет договориться о конкретном дне, где мы встречаемся, допустим, да, ну, как-то предварительно, вот, и, соответственно, оттуда уже я подскажу, и, опять же, все расходы будут прозрачные, я скажу, сколько я плачу, куда, допустим, чтобы добраться, ну, чтобы точно все знали, что это не является каким-то там бизнесом или бизнес-проектом, да, и дополнительная цель, которую я хочу, это хорошо было бы найти спонсора, опять же, для чего, да, не для того, чтобы я заработал там что-то, а для аренды спутникового телефона, который нужен для экстренной связи в случае необходимости, я думаю, что это не очень дешево, также туристического снаряжения определенного, да, потому что хорошо было бы иметь хорошие палатки, другие какие-то инвентарь, да, и это все стоит денег покупать, не планирую пока все это дело, потому что я не являюсь профессиональным туристом, и хорошо было бы иметь оборудование с хорошими батареями для всепогодных съемок, да, или взять его в аренду, потому что в это время возможны дожди, соответственно, обычную камеру, она может быть испорчена влажностью, и для этого всего неплохо было бы иметь спонсора, в принципе, сумма не очень большая, да, поэтому если это получится, будет здорово, если не получится, то все равно планирую поехать, потому что, ну, как бы, цель это уже дополнительная, чтобы как-то было более все это освещено, да, чтобы можно было заснять, да, и, опять же, меньше потратить, да, потому что билет Таиланда от, ну, он бывает даже из-за 15 тысяч, можно найти, опять же, но конкретно если срок, то, я думаю, меньше 25 тысяч не будет туда-обратно, ну, проживание у нас бесплатно получится, потому что мы будем жить там в палатках, ну, на еду, на дорогу оттуда, да, еще там придется потратить, ну, или, может быть, один день, один-два в отель, соответственно, в сумму это все надо планировать, бюджет, ну, и, как бы, делить на количество людей вот эти общие расходы, да, так отель каждый может снять самостоятельно по своим возможностям, вот, поэтому вкратце я рассказал о поездке, да, то есть, что я хочу, вы можете просто написать мне вопросы какие-либо, да, то есть, отвечу с удовольствием, потому что сейчас этап обсуждения, но место я, в принципе, не планирую менять, да, только если там в экстрем случае, потому что, опять же, мне предлагали уже кучу мест, и все они не подходят, потому что они не являются необитаемыми, да, это вот уникальное такое место, по крайней мере, как я знаю, да, по моей информации на прошлый год, да, там не присутствовало людей, поэтому место хотелось бы оставить это, да, ну, а в будущем, конечно же, у меня много разных идей насчет подобных путешествий, более сложных каких-то мест, отдаленных, но, опять же, на мой взгляд, чтобы куда-то ехать серьезно далеко, да, там, то нужно иметь все-таки опыт проживания, там, выживания, не знаю, в каких-то более близких местах, да, для того, чтобы потом уже это было более просто, интересно, а в целом мне вообще эта тема интересна, островов, да, она меня как бы цепляет, и я реально получаю удовольствие, когда я там все это изучаю, смотрю, поэтому хотелось бы тоже найти единомысленников по этой теме, которые, ну, с которым хотя бы можно было бы сейчас обсудить все это дело, да, может быть, какие-то идеи подскажут и расскажут, да, ну, и просто, в принципе, чтобы быть на одной волне, с ними, да, и в будущем тоже какие-то планировать крутые путешествия, реально крутые, да, потому что, ну, сейчас куча каналов на ютубе, да, где там какие-то путешествия, но вот мне лично это не очень интересно, да, интересно реально путешествия, которые будут как-то менять нас, улучшать, мы будем учиться чему-то, да, и опять же, чтобы это было реально круто и по-новому, поэтому, надеюсь, я понятно рассказал эту идею, любые вопросы пишите в комментариях, всем спасибо, до свидания.